В 2016 году в дежурные части управления МВД России Одинцовская поступило 76 456 заявлений о преступлениях. Эта цифра не сильно отличается от показателей предыдущих лет, а вот процент раскрываемости год от года меняется. Основной проблемой влияющейся на карминогенную обстановку в районе остается общий массив совершенных имущественных преступлений, удельный вес которых составляет 42% к общему количеству. Если брать цифры, это в принципе все наглядно. Из 2154 краж мы с вами раскрыли только 735. Процент раскрываемости снизился на 75% и составил 33,6%. Аналогичный период прошлого года 41%. На уровне прошлого года остались такие виды преступлений, как кражи имущества из дачных домов, 124 случая и угон автотранспортных средств. Без машин в прошлом году остались 170 человек. Что касается положительных изменений, то отмечен прорыв в области раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Следует положительно отметить работу подразделения по раскрытию общего количества тяжких и особо тяжких преступлений. Убийство, раскрываемость по которому составило 82%, тяжкий вред здоровью последствия человека составила раскрываемость более 80%. Силами управления к уголовной ответственности привлекли 2228 лиц, что на 23% больше, чем в прошлом году. Как положительный момент следует отметить увеличение количества расследованных уголовных дел по линии дознания на 11%, которое также остается самым высоким показателем в области. По мнению главы Одинцовского района Андрея Иванова, одним из ключевых достижений правоохранителей стало значительное сокращение количества аварий на трассах муниципалитета. Совместно с подразделениями ГИБДД и Мосавтодора мы проанализировали причины и условия совершения аварии, выявили наиболее опасные аварийные участки на дорогах, предложили пути решения. Результаты не заставили себя ждать. Так, в 2016 году число дорожно-транспортных происшествий составило 357 эпизодов. Для сравнения, в 2015 году случилось 461 транспортное происшествие. То есть мы видим снижение почти на 23%. Это очевидная позитивная динамика. Глава напомнил, что 2016-й стал годом реализации проекта «Безопасный регион». Сегодня проект «Безопасный регион» реализуется в Одинцово, лесном городке, Больших Веземах, Голицыно и в Кубинке. Всего в прошлом году, в 2016 году, была установлена 471 камера с выводом в отделы полиции. Аналогичная работа сейчас ведется и в остальных поселениях района. Глава также поблагодарил полицейских за достойное обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий. Например, форума «Армия-2016» в парке «Патриот», собравшей за шесть дней более полумиллиона гостей, в том числе и первых лиц государства. Несмотря на то, что проблем остается немало, Андрей Иванов высоко оценил эффективность работы Одинцовских полицейских. Я хочу выразить славу и благодарность вам, Алексей Васильевич, за четкую выстроенную работу управления. Мы видим, что эффективность работы полиции год от года растет. Подводя итоги, Андрей Иванов и Алексей Школкин поблагодарили сотрудников управления за эффективную работу и наградили лучших из них. Подведение итогов – важная составляющая работы полицейских. Анализ эффективности своей деятельности за 2016 год поможет как рядовым сотрудникам, так и начальству понять, на что обратить внимание в 2017-м и как улучшить результаты своей работы. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.